нордит самый мифологизированный антропологический тип при упоминании нордическая раса сразу же возникают сцены факельных шествий нацистской символики и белокурых бестий из фантазии руководства третьего рейха и они действительно сделали все чтобы научный термин получил репутацию столь чудовищную что его переименовали после войны в атланта балтийский или северный тип лишь бы избежать ассоциации с ужасами фашистского режима однако сам термин нордическая раса был придуман задолго до нацистов русско-французский антрополог иосиф денегер решил так назвать антропологический тип определенно северного происхождения что и стало обозначением его от слова nord то есть север никаких иных смыслов более не вкладывалось а вот дальше началось непоправимое так как этот тип широко распространен в европе особенно в ее промышленно развитой части и среди особ царских кровей французские идеологи расизма де габино или пуш создали гипотезу что такая высокая частота этого типа среди правящих кругов европы есть следствие особых талантов этого расового типа почему этот же тип в российской империи занимал не меньшую долю среди крестьянства а например в империи османов он и вовсе был в подчиненном положении идеологи ответ не дали и так собственно нордический тип встречается в северной европе западной и восточной европе довольно часто отдельные фрагменты этого антропологического типа существуют в южной европе как-то север италии области испании и особенно каталония западные части турции также из-за миграций этот тип широко представлен в северной америке в южноафриканской республике в австралии своеобразными центрами концентрации этого типа являются юг скандинавии и северная германия страны балтии северо-запад россии здесь нордит может быть доминирующим типом среди прочих пожалуй нет иного типа кто был бы настолько часто неверно определяемым для обывателя массовый образ нордического человека это высокий голубоглазый золотоволосый блондин однако в реальности это скорее справедливо для типов происходящих от кроманьонского человека напрямую западный балтит балтит трендер а вот антропология нордида в реальности чуть менее известно широкой аудитории во первых нордит крайне редко бывает золотоволосым или пепельным блондином диапазон цвета волос нордида это все оттенки русского цвета лишь женщины могут иметь золотой цвет волос в высокой доле во вторых у нордида своеобразная структура волос они очень тонкие легкие с небольшим изгибом что резко отличает от жестких но тоже светлых волос балтидов в целом нордит это человек высокого роста но худощавого сложения у него удлиненные пропорции всех частей тела носа лица рук ступней ног или шеи светлые волосы с малой волнистостью крупные светлые глаза от голубых до зеленых у него очень светлая кожа с розоватым оттенком слизистые также настолько светлые что у него действительно алый цвет губ а прочие слизистые имеют розовый цвет он единственный из северных типов имеет далекоцефальную то есть длинную форму головы у нордитов узкая челюсть и очень плотно расположенные зубы длинный нос с высокой переносицей сильный рост бороды и усов а также волос на теле у мужчин сложно сказать какой из народов может выглядеть как типичный нордит даже скандинавы часто имеют сильную примесь других северных типов а тем более немцы однако определенным типичным ордитом можно назвать стереотипного английского джентльмена как в сериале дживс и вустер или советском шерлоке холмсе в исполнении виталия соломина типичного шведа или голландца в российском понимании их обычной внешности чаще всего нордиты проживают в англии сша и канаде швеции дании голландии на севере и востоке франции нормандия и эльзас на севере италии в большей части областей германии и швейцарии в польше и чехии во всех странах балтии в россии беларуси и украине на севере казахстана в австралии и новой зеландии в юар турции и греции несложно заметить что места проживания связаны с германскими балтскими и славянскими народами и их миграциями собственно мы подходим к происхождению типа наибольшая концентрация типа связано с культурами шнуровой керамики и боевых топоров бронзового века они находились в современной восточной и северной европе и именно внутри них преобладал нордический тип а вот как сложился этот тип до сих пор серьезная загадка если си другими северными типами мы видим классическую преемственность от охотников европы каменного века с постепенной утратой пигментации массивности сложения ибо реализацией как например в случае с балтидом то нордит идет совершенно иначе его пропорции тела не северные а южные только в условиях теплого климата мог сформироваться грациальный тип фигуры и лица но при этом нордит утратил пигментацию в той же степени как и прочие северяне и сосуществовал с ними одновременно почему у нордида форма тела такая же как у тропических народов африки вытянутая рослая фигура с длинными конечностями и с небольшой массой скелета и мышц ведь он сформировался в холодном климате европы почему у него узкая челюсть с небольшими зубами как у ближневосточных типов где рацион питания был преимущественно растительным и широкие сильные челюсти и постепенно стали не нужны он пришел с юга но почему тогда он совершенно утратил пигментацию а также приобрел обильный рост волос на теле чтобы ответить на этот вопрос ученые разрабатывают разные теории от какой-то зоны усиленной потери пигмента куда попали предки нордитов изначальные южане придя в европу до метисации с каким-то неизвестным грацильным типом пока все это весьма слабо выглядит но можно сказать следующее нордит ближайший родственник средиземноморского типа часто они почти не отличаются метрически но нордит лишён пигмента он сформировался в зоне где уже были развиты земледельческие навыки и оседлость но при этом в пределах темного и холодного климата европы после отступления ледника так он утратил крупные челюсти и массивность а также темную пигментацию черепа нордитов не так легко отделять от черепов средиземноморцев особенно когда речь идет о доисторических материалах потому что в более ранние времена длинные формы были более распространены среди скандинавов и там и там дифференциации форм связаны в основном с мягкими тканями и наружным покровом но некоторые отличия должны быть названы нордический череп в общем более грубый и тяжелый а лицо более острое по сравнению со средиземноморским кроме того челюсть мощнее почти во всех локальных нордических формах лицо более высокое более массивное более широкое в верхних частях а хребты бровей более развиты вероятнее всего происхождение нордида проходило в южных широтах где кроманьонский человек прошел редукцию то есть уменьшение массы и размеров тела а затем уже этот тип переместился в северные широты вероятно как раз с предковой культурой боевых топоров где утратил и южную пигментацию также вероятно что скандинавский и восточноевропейский нордический тип могут иметь разное происхождение вернее разную долю североевропейского компонента морфологические и описательные признаки цифальный индекс долиха и мезоцефалия голова длинная или средне длинная лицо длинная узкая имеет прямоугольную или овальную форму высота головы большая от края уха до макушки затылок выпуклый хорошо выражен затылочный бугор лицо горизонтально профилировано выдвинуто вперед почти нет скул переносится высокая длинный узкий прямой нос часто с небольшой волнистостью глаза крупные светлые с широкой глазной щелью губы тонкие алого или розового цвета сильный наклон лба образующий параллельную линию с носом челюсть узкая выступающая челюстной угол выражен но не прямой а с небольшим изгибом рост бороды усов волос на теле сильный часто борода светлее волос на голове имеет тенденцию к рыжим оттенкам наклон глазной щели отсутствует цвет глаз по шкале бунака номера с 9 до 12 синий голубой серо-голубой серый эпикантус отсутствует совсем фрагментарно встречается слаборазвитый цвет волос белокурый светло-русый средний фототип кожи по фиц патрику номер один и два кожа плохо загорающая структура форма волос прямые волнистые рост высокий фигура вытянутая часто ноги длиннее туловища нордический тип свою очередь делиться на несколько подгрупп заметно отличающихся друг от друга хальштадт нордит немецкий вариант более массивный и архаичный чем иные восточный нордит преимущественно славянский тип обитающий на русской равнине максимально грациальный из всех имеет более мягкие сглаженные черты лица трендер скандинавский нордит крупнее и массивнее всех прочих вероятно как результат метисации с кромонидными типами норик тип характерный для италии австрии и юга германии а также северных балкан вероятно представляет собой микс нордида и динарского типа так как являет признаки обоих как правило форма тела от динарского типа а пигментация от нордида также существует мнение что понтийский тип является своего рода переходом от южно-европейских типов к нордиту так как северный понтит зачастую отличается от нордида лишь более темными волосами а также тип норд иронит встречающийся на ближнем востоке и иране дает нам явную форму нордического типа причем именно вариант более темно пигментированного восточного нордида у стройного тела нордидов есть тенденция к худобе у хорошо сложенных индивидуумов можно найти широкие плечи с узкими бедрами сексуальная зрелость у нордидов наступает необычайно поздно но и старение происходит медленнее в том возрасте когда нордиды находятся все еще в расцвете сил метирониды уже заметно постарели а индии стали совсем старыми какие народы относились к нордическому типу в древности прежде всего это значительная части индоевропейцев бронзового века как уже упомянутая культура шнуровой керамики и боевых топоров древние германцы славяне и балты значительная часть скифов особенно азиатских древние персы и высшие касты древней индии значительная часть древних греков особенно дарийцы практически все кельтские народы а также как неудивительно и древние римляне в которых нордический компонент постоянно растворялся а затем вновь увеличился после германских нашествий немалая часть правящего класса османской империи было этого типа из-за матерей из восточной европы среди современных народов наиболее часто нордические типы среди шведов всех англосаксонских народов голландцев и северных немцев в меньшей степени среди русских эстонцев латышей и литовцев поляков и чехов северных итальянцев жителей каталонии и севера франции украинцев белорусов осетин чеченцев персов пуштунов турок и румын отдельный случай множество нордидов среди евреев ашкенази среди известных личностей к этому типу можно отнести например всю королевскую семью англии и российской империи фритьёфа нансена винсента ван гога джона толкиена леонардо да винчи если вам понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал